Ребят, всем привет! Всем привет! У нас сейчас на часах 8.30 мы приехали в кинотеатр. Карантин карантином, вирус вирусом, а ребёнок в кино хочет. Мы приехали на самый первый сеанс, специально, чтобы... Ой, дышать не могу в этой маске. Специально, чтобы немножко сократить контакты с другими людьми. Я думаю, что, скорее всего, мы будем вообще одни, потому что сегодня, во-первых, понедельник, во-вторых, будний день. И детям у нас вообще запрещено появляться в торговых центрах без родителей. Поэтому, возможно, вообще такой вариант, что мы будем одни в зале. Но это и хорошо, это нам на руку. Так что пойдём мы сейчас смотреть мультик. Да, дочечка? Всё, увидимся с вами попозже. Ку-ку. Как милаш мультик-то называется, не помню. Спасение двуногих. Союз зверей? Да. Спасение двуногих, да? Угу. Папа у нас взял колу себе, мама взяла на часы, а доча взяла попкорн цветной. Да? И сок. Сейчас пойдём посмотрим мультик. Девчонки, мы, кстати, идём без Захара и без Артёмки. Артёмка у нас сегодня занимается, у него дистанционка сегодня, значит, видеоурок. А Захарчик у нас в детском саду. Поэтому пошли только с милашкой. Вот, сейчас Миланочку сводим, значит, на мультик. И потом мы отправимся. Нам нужно будет сегодня встретиться с мастером по ремонту, обговорить все вопросы. Здравствуйте. Так, ну что, ребят, вернулись мы уже домой. Приехали мы после кинотеатра. Съездили милашку, свозили, посмотрели мультик. Кстати, мультик так себе, не очень мне понравился. Назывался... Милаш, как назывался мультик? Союз зверей спасения двуногих. Ну, мне, если честно, не очень понравился мультик. Вот. Зашли в Бургер Кинг. Купили Артёмчику. Бургер картошку фри. Милашке тоже. Ну, Захарику не стали брать. Он в детском саду, а чтобы оставлять, чтобы она лежала, смысла нет. Оно всё будет холодное, невкусное. В общем, не стали мы ему брать. Так, девчонки, опять у нас всё сорвалось. Это какой-то кошмар. Я уже в таком расстройстве, если честно. Мы сегодня должны были встречаться с мастером, значит, по ремонту. Я всё... Всё насчёт наднушки нашей. Вот. Должны были с ним встретиться, обговорить, посмотреть, съездить на нашу квартиру. Но, короче, не смог он с нами сегодня встретиться. Ну, не знаю, по какой причине. Может быть, у него какой-то объект там другой был. Может быть, какие-то свои, какие-то личные причины. В общем, не знаю. Не смог. Перенесли всё на завтра, на вечер. Миша у меня завтра работает, на работе будет. И сможем встретиться только вечером. Одно расстройство. Я уже, не знаю, не могу. Какой-то кошмар. Вроде так ждали, так... Я, по крайней мере, ждала, настраивалась. Уже хочется мне всё это начать. Весь этот ремонт, чтобы запустился весь этот процесс. И опять всё сорвалось. Ну, это... Не знаю я. Вроде их там целая бригада работает. И то ли пять, то ли шесть человек. Уж не знаю, по какой причине он не смог приехать, встретиться с заказчиком. Ну, ладно. Причины могут быть разные. Может быть, что-то серьёзное. Ладно. Ничего страшного. Но если завтра опять какая-то такая ситуация повторится. Допустим, может быть, если он не приедет на встречу. Или начнётся какая-то тягомотина опять откладывания. Будем искать какую-то другую бригаду. Потому что это несерьёзно. Вот. Так что опять сидим, ждём. Я уже думала, что сегодня поедем. Всё посмотрим. Всё померим. Обговорим. Может быть, какие-то материалы уже поедем. Начнём выбирать, прикупать. Но нет. Опять. Опять ждём. Так что... Миша у меня сейчас уехал в гараж. Я пойду. Мне нужно, конечно, дома. У меня, если честно, очень много дел накопилось. Нужно и убраться. Сегодня ещё не убиралась. Ни сегодня, ни вчера. Нужно убраться. Бельё мне надо развесить. Там у меня машинка отстирала. И погладить нужно. И что нужно? И приготовить на ужин. Что-то нужно. В общем, дел, если честно, выше крыши. У нас очередная перестановка в детской комнате на этот раз. Так. Вот видите, диван у меня стоит сейчас вот по этой стене. Раньше здесь вот стояла кровать Милашкина. Вообще... А вот этот шкаф стоял вот в том углу. Кровать стояла чуть дальше. Потом мы передвинули этот шкаф вот в это место. Кровать поставили её вот туда. Миланка жаловалась, что ей не видно телевизор. Но это понятно. Конечно, ей было не видно телевизор. Потому что телевизор прям получался над её кроватью. Висел. Висит. Вот. Попросила она передвинуть кровать. Но здесь вариантов, конечно, немного в этой комнате. Потому что, допустим, стол он стоит на своём месте. Да. Он как у нас вот сделанный на заказ. Встройка такая. В общем, мы переставили сюда кровать её. У нас раньше в этом углу, кто помнит, стоял вот как раз таки вот этот диван. Он у нас угловой захватывал вот этот и этот угол. Две стены. Сейчас мы поставили сюда кровать Милашкину. Хотим немножко передвинуть вот этот спортивный комплекс, наверное, сюда, ближе к кровати. И вот так вот у нас встал диван. Не знаю. Конечно, не очень мне нравится, как всё это дело стоит. Это не очень удобно, если честно. Потому что вот этот угол вот прям такой вот он достаточно большой. Вот так сильно прям он выпирает. Но пока вот, пока, наверное, будет так. Потому что Милашки, конечно, не видно телевизор. Телевизор. Если мы, допустим, ну, диван вот Захарику я могу расстелить. И он, если ляжет вот сюда с краю, то он видит ещё и как-то телевизор. То у Миланки кровать стояла прям вдоль стены. Она вообще не видела телевизор. Ну, как-то вот так вот. Не знаю. Конечно, не очень удобно. Не очень мне нравится. Но пока будет так. Единственное, что я ещё думаю, может быть, вот тот вот шкаф. Это Милашкин шкафчик небольшой. Там её вещи. Может быть, я сегодня поставлю её вот сюда, на эту стену возле кровати. Посмотрю. В принципе, не большой, не тяжёлый. Я его передвину и посмотрю, как будет всё это дело смотреться. Если будет неплохо, то, наверное, его оставлю там. Ну, вот как-то так, девчонки, получилось у нас. Не знаю. Надо, конечно, что-то думать. Вообще, в идеале было бы... У нас Милашка и Захарка в одной комнате. В идеале было бы, конечно, чтобы у них было две кровати. Не вот этот вот диван большой, а кровать, чтобы ещё одна была. Ну, вот пока довольствуемся диваном. Девчонки, решила постирать я сегодня свои шторы с кухни. У меня вот такие нитяные шторы из ниточек. Вот. Я их завязала, вот видите, вот в такие, как сказать-то, жгутики. В прошлый раз, полгода назад я их стирала. И я заплетала их косы. Сегодня решила вот завязать вот в такие просто жгутики. Чтобы они не перепутались. Сейчас сниму, замочу их в тёплую водичку. Минуток на 20 полежат они у меня. И потом прополощу и положу, чтобы стекали. Выжимать в машине я их не буду. Просто они у меня стекут и я их повешу сразу. Всё, замочила я свою шторочку. Сейчас она у меня полежит. Минуток 20-25. И я потом её просто прополощу. Не буду я её там жамкать, теребонькать. Просто прополощу. Она и так хорошо отойдёт вся с неё грязь. И тут у меня, посмотрите, ещё ковёр лежит. Такой небольшой коврик. Он у меня с балкона. Тоже его постирала. Очень грязный он был. У нас с той стороны, где... Сейчас, девчонки, подождите, переверну вас. Так, у нас балкон выходит на сторону, где сейчас проходит стройка. В общем, там строят, что-то в сваи вколачивают какие-то. Ну, в общем, идёт полным ходом стройка. И постоянная пыль летит. У меня балкон весь, прям в грязюке. Пыльный, грязный. Вот я решила убрать коврик на зиму. Постираю его сейчас, скручу и уберу пока. Потом весной постелю уже. Сейчас я вам покажу, что там происходит у меня на балконе. Какой слой грязи на подоконнике. Это просто кошмар. Вообще, девчонки, решила... Уже потихоньку я готовлюсь к Новому году. Снимаю шторы, перестирываю. Ковры буду стирать, наверное, завтра. Вот у меня два ковра постелены. Один на кухне и один в зале. Наверное, может быть, завтра или послезавтра я постираю ковры. Все шторы хочу перестирать. Все покрывала, пледы. В общем, подготовка к Новому году полным ходом. Пойдёмте, я вам сейчас покажу, что у меня происходит на балконе. Это просто, девчонки, жесть. Какая там грязища. Смотрите, вы видите, что происходит? Это просто вообще трешак. Сейчас буду всё это дело протирать. И вот я не протирала здесь, наверное, ну не соврать, девчонки, дня три. Вот за три дня вот такая вот ерунда. Это ужас. Вот, смотрите, вот там у нас стройка проходит. И плюс ко всему, ещё знаете, откуда, девчонки, ну просто с улицы летит грязь. У нас, значит, не было снега. Вот снег сейчас, только вот сегодня. Вот такой вот припорошил он снежком. Дул сильные ветра, дули. И вот эта вот вся пыль с улиц тоже, конечно же, летела всё это вот домой. В общем, девчонки, это кошмар. Такая грязюка. Здесь я не знаю. Смотрите. Вы видите вот это? Это я сейчас всё буду отмывать. Пришли на английский. Милашка у меня занимается. Я жду её. Нужно будет её забрать, потому что на улице темно очень. Поэтому буду сейчас задать. Миша ушёл за Захарчиком. Девчонки, мы с Милашкой уже пришли домой после Светлячка. Отзанималась она у меня. Так что сейчас будем ужинать. Папа у нас сегодня готовит ужин. Мама ничего не приготовила. Пришли, папа готовит. Иди сюда. Иди. Артёмка у меня пришёл. Так, завтра, девчонки, будем с вами вешать шторы обратно, которые я сегодня поснимала. Буду завтра ковры чистить. Так что увидимся с вами завтра. Всем добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.